В ночь с 10 на 11 июля на район обрушился взрывной ливень с грозой. Выпало почти 126 миллиметров осадков в виде дождя. Подтопленными оказались домовладения в городе, Петровском и Кировском сельских поселениях. По состоянию на 12 июля в Славинском районе зарегистрировано потопление 483 придомовых территорий. В том числе вода заходила в 306 домовладений. Пострадало 755 человек, из них 124 дети. Для выполнения работ по откачке воды привлечено 100 единиц техники, из них от МЧС 7, от муниципального звена 93 единицы. Дополнительно проводится откачка 41 стационарной насосной станции. Остаются подтопленными 269 придомовых территорий, 132 домовладения в Славинске-на-Кубани. Работа по отводу воды продолжается. В гостинице Уют организован пункт временного размещения граждан, в чьи дома зашла вода. Заселены три семьи, 11 человек, из них четверо детей. В круглосуточном режиме работает оперативный штаб по ликвидации потопления под руководством главы Славинского района Романа Сенеговского, который совместно с исполняющим обязанности Славинского межрайонного прокурора Владимиром Панченко посетил наиболее пострадавшие домовладения, пообщался с жителями. Вот оно, все сыро, вот все сыро, все так и пошло сюда. Все, ну сейчас, да, сейчас уже, уже все, все слабо. Ну вы то есть довольны сейчас? Спасибо, спасибо всем. Михаил Сергеевич, огромное низкое, великое спасибо. Александру Борисовичу великое снимаю. 300 домов где-то, вот одновременно. Первым этапом спасаем людей, дома, да, правильно, потом дворы спасаем, потом огороды спасаем. Также на территории района работает оперативная группа Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. С 11 июля приступили к работе комиссии по оценке ущерба, нанесенного гражданам в результате потопления. Они обойдут все домовладения, которые пострадали от потопления, составят акты. Телефоны, по которым жители могут обратиться за помощью, 4.11.12. Горячая линия администрации района, 2.22.70. Администрация Северного округа, 4.11.68. Администрация Южного округа, 112. Единая дежурно-диспетчерская служба.